Новочеловечения Господа нашего Иисуса Христа, и что у каждой страны есть ангелы. Истина, явилась нам благодать Христова, и озарил нас свет благочестия. Истина, воссияла у нас солнце правды, и просветила концы вселенной. Явился Владыка Небес, и всю землю, как восхотел, обратил в небо, как было предсказано. Он, Небесный, явившись среди вас, делает вас небесными, и небесным дарствуется небесное. От верного верующим залог верности, от святого святым святое, от живого живущим жизнь. В этом мы посвящаем вас в священных и царских палатах апостолов. Это касаемся учений пророческих, когда небо и земля поделили между собой голоса их. Земля имеет Иоанна Говорящего, глаз пропиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Его. А небо имеет глаз Отца, подтверждающего на деле, что глаз Господень на водах. Это мы вам предложили от себя. Усердным это послужит к напоминанию, а верующим к утверждению. Следует знать, что повторение хорошего более укрепляет ваши души. Как землю мы тогда находим, наилучшим образом обработанную, когда она одними и теми же плугами разрабатывается и за первой обработкой, непосредственно следует вторая, улучшающая вид первой, так и душа, возделываемая Словом Божиим. Если напоминание уже сказано, входя в ум, обновляет его, делается способнее к произведению плода добродетеля. Но время уже нам обратиться к тому, о чем следует говорить, что мы сами обещали, о чем вы думаете. Затем я прошу всех любящих Христа предоставить мне свои уши и ум, чтобы слухом, без пропуска воспринимать то, что говорится, а умом тщательно обдумывать и усвоять учения. Речь будет именно о Христе. А все, что говорится о Христе, не есть простое проповедование, а таинство благочестия. Все домостроительство Христово называется таинством. А таинство не в письменах показывается, а возвещается на самом деле. Поэтому Священное Писание, все домостроительство Христа, называется таинством. Как, например, апостол Павел говорит в Послании к Ефесянам, 5 глава, 32 стих. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. И еще, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко». То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христова Ефесянам 3, 3, 4. И в другом месте «Мне, наименьшему из тех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшимся Иисусом Христом». Колоссянам, 1 глава, 26-27 стих. «Тайну сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть в Христос, в вас упование славы, которого мы проповедуем». Ошибаются последователи еретиков, подвергая тайны Божию человеческим обсуждениям, потому что сказано «Таинство мое мне и моим». Кто же Божий, как неверующие? Когда хочешь что-нибудь узнать или услышать о Христе, не спрашивай рассудок, не обращайся к мудрецу, но спроси у пророка, спроси у апостола, узнай от ангела. «Если же они не знают, обращайся к Отцу. Если обратишься к пророкам и спросишь, кто это Христос, в ответ тебе сон пророков отвечает и говорит». Варах 3.37-38 «Он нашел все пути премудрости и даровал ее рабу своему Иакову и возлюбленному своему Израилю. После того он явился на земле и обращался между людьми». Если спросишь, кто такой Христос и любопытствуя о Божественном рождении спросишь, как Он родился, пророки заставят замолчать твое дерзновение и начнут говорить, чего не вмещает наш ум. Ты хочешь понять? Если хочешь этому научиться, признавай сначала, что Он – Бог. Если же любопытствуешь, как Он родился, научись у нас, ибо род Его кто исповедает? Исайя 53.8 «Если спросишь апостола, я разумею, конечно, весь апостольский сон, он скажет тебе, что Христос есть Бог, вначале Бог, и у Бога был и всегда Бог». Евреям 1.3 «Сей будучи сияния, славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив с собой очищение грехов наших, воссел одесну и престола величия на высоте». Если спросишь, каким образом сущий родился, скажут тебе, был, мы слышали, и тому, что он был, мы научились, а каким образом сущий от сущего происходит, это мы верою принимаем, а не знанием. Далее, когда спросишь их, если, значит, вы не знаете, как он родился, то почему вы знаете, что он есть Сын Божий? Ответит тебе, «Слово стало, плоть и обитало с нами полной благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца» Иоанн 1,14. «Затем, если оставив пророков и апостолов, устремишься к ангелам и скажешь им, кто это, возвещаемый Христос?» «Ответят тебе те, которые благовествовали пастырем, мы научились прославлять, а не любопытствовать, слава, вышних Богу на земле, мир, в человеках благоволения» Лука 2,14. «Мы так возвещаем о нем и благовествуем вам радость великую, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Что Он Христос и Спаситель, и Господь, это мы знаем. Если же скажешь им, скажите нам, какова природа Его, или как родился, или как у Него с Отцом нераздельная сила? Ответят тебе, «Разве ты не слышал, как пророк говорит, хвалите Господа с небес, хвалите Его Вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все силы Его, слуги Его, творящие волю Его?» Нам повелевают исполнять волю, а не любопытствовать о природе. Но если ангелы умалчивают, пророки не возвещают, апостолы скрывают, может быть, отец, который родил, открывает, как он родил сына? И сам отец не открывает, не потому, что не знает, а просто потому, что не открывает. О том, что он родил, он говорит, «Из чрева прежде единицы родил тебя». Что родил, говорит, но не открывает способа того бессмертного рождения, расцветшего от вечного корня по свидетельству самого Отца, гласящего, «Се есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Самому говорит, «Из чрева прежде единицы родил тебя». И миру говорит, «Родил», а рождение объявляет, а способа не открывает. Поэтому, когда нам предстоит необходимость исследовать о Христе, то мы не будем отступать от апостольских и пророческих источников, но из тех бессмертных, рек и неистекаемых источников будем черпать священную влагу божественного учения. Когда кто говорит о том, что относится к Богу, пусть от Бога и черпает живую влагу, согласно с тем, что предсказано. «А меня, источник воды живой, оставили» Иермия 2.13 И еще, «Пейте от источника спасения» Исаия 12.3 Конечно, если мы оставим священописание, будем служить желанием человеческого рассудка, обсуждая то, что приходит на ум, тогда учение наше не будет похоже на воду живой воды, но будет, как вода в пустыне, как блаженный Иеремия говорил Иерусалиму, «Пути свои расширили на воды пустынные, и для пояснения сказанного прибавляет страсти души своей глотающий воздух» Иеремия 2.24 То есть о том, говорил он, чего желала душа его, а не о том, чего хотел Бог. Точно так же и ныне исполняющие желания своих собственных измышлений, они, следующее того, что от Бога, блуждает по водам пустыни. Ничто так не отнимает красоты у церкви, как те, которые отстаивают нравящиеся им человеческие измышления. Поэтому Павел говорил об еретиках. «По своим похотям изберут себе учителей» 2.4.3 Итак, обратимся к чему следует. А это мы по необходимости предпослали вашей любви, чтобы вы искали точный смысл всего, что говорится не у нас, не в наших рассуждениях, но в Божественном Писании. Нам предстояло показать, каким образом Христос обновляет мир, как человека одрехлевшего в раю следствия греха, Христос обновляет посредством своего домостроительства. 878. Мы обещали заняться этим в священной ограде апостолов, но там удержались от изложения, потому что не все присутствовали. Началом приличным слов возьмем учение творения. Сотворил Бог небо и землю. Это начало, соответствующее тому, о чем намереваемся говорить, то есть первое основание мира, первый фундамент творения. Сотворил Бог небо и землю и море и все, что в них. Коротко говоря, и все прочее произвел словом, не имея ни в чем сопротивления, не испытывая труда, не подвергаясь утомлению, но производя природу вещей, согласно своему слову. Сотворил все, а в конце и красоту творения человека. Как все тело наше, исключая лица, представляется мертвым? Так все сотворенное, кроме человека, кажется тоже мертвым. А почему именно? Выслушай. Блистает солнце, но не может объяснить само себя. Светит луна, но не сама изучила свои повороты, а слово изъяснила. Блестит множество звезд, но закономерность их движений следует лишь наукой. Величествен на море, но о заливах его сообщил человеческий язык, и нет ничего из того, что существует в мире, что не нуждалось бы в объяснении человеческим голосом. От этого происходит, что явление, недоступное объяснению, считается неважным и само по себе, а то, что может быть хорошо выражено, признается хорошим и по существу. Зрение во многих случаях обманывает и вводит ум в заблуждение, а слово коснувшись обнаруживает природу, сообщает силу, объясняет учения. Итак, будьте внимательным. Сотворил Бог всякое создание, а в конце создания сотворил человека по образу своему по подобию. Образ свой дал ему не телесный вид, но особенное достоинство, мыслительную способность и уподобление по своим добродетелям создавшему. И вот явился человек в образе подобия Бога, причем подобие могло быть развиваемо до бесконечности. Не думаю, что это не относится к нашей задаче. Корень того, о чем мы имеем ввиду говорить, обнаруживается именно теперь. Сотворил человека по образу своему и по подобию. Бог желал, чтобы человек стремился к уподоблению владычному достоинству, конечно, в меру последовательной и в порядке. Я приведу какой-нибудь пример, потому что следует пояснить то, о чем говорится и простыми примерами. Если у нас какой-нибудь хозяин имеет у себя раба и заметит, что он подражает благоразумие хозяина, то он любит и ценит его. Если раб станет подражать человеку любви хозяина, тот любит свое приобретение. Если заметит, что раб ходит на свободе в церковь, благочестив, соблюдает пост, подает милостыню, хозяину нравится прекрасное подражание слуги. Но, конечно, когда подражание переступает меру, когда слуга начинает изображать из себя хозяина, отдает приказание другим слугам, как хозяин, распределяет между ними работы, как хозяин, то подражание более уже не похвально, а достойно порицания. Нужно, чтобы раб подражал кротости, умеренности, благочестию, справедливости, а не свободе и владычеству. Вот и человек, получив возможность подражать благости Божьей, переступил границы в подражании и захотел наконец соревновать с Богом, однако не в добродетели, а в достоинстве властительства. В этом именно обманул его змей, говоря, в день, который вкусишь от него, будете как боги, зная добро и зло. Хвалит Бог подражание, если в нем соблюдается мера. Если же мера переступается, подражатель порицается. Откуда это видно? Ведь он сам сказал, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И вот уподобились Богу апостолы. Но не подпали под проклятие. Уподобились Богу пророки, но не заслужили порицания. Они подражали Богу, подобляли всему человеколюбие, милосердие, справедливость, благочестие. А кто вздумает равняться с Богом по божественной его власти, тот тот сейчас же и наказывается. Вот что говорит Исайя одному тирану в Бавилоне, в безумии, считавшему себя равным Богу. А говорил сердце своем, зайду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе сонны богов на краю севера, зайду на высоты облачные, буду подобен всевышнему. Но ты низвержен в ад в глубины преисподней. Исайя 14, 13, 15. Видишь, как превозносившаяся гордостью наказывается. Но какова однако зависть сделать подобным творцу, если сам был сотворен по образу и подобию его? Поистине, в своей безразличной дерзости он переступил всякие границы и, оставив уподобление под обродетели, примился восхитить божеское достоинство. Напротив, о Давиде говорится, нашел я Давида, сына Истеева, мужа, по сердцу моему. Вот подобие по образу. Так как мысли Давида были обращены к Богу, будучи полной кротости, смирения, заботы, о правде и человеколюбии, то нашел Давида, сына Истеева, мужа, по сердцу моему. Его за то, что правильно подражал сердцу Бога, похвалил, а того тирана, который подражал сердцу Бога не по добродетели, а по власти, порицал, даже наказал. И говорит Бог через Иезекииля, сын человеческий, скажи начальствующему в тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознеслось сердце твое, и ты говоришь «Я Бог», восседай на седалище Божием в сердце морей, и будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим. Вот ты, премудрый, Даниила, нет тайны сокрытой от тебя, вот я проведу на тебя иноземцев лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой. Не ведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смерти убитых. 28, 27, и коротко говоря, прибавляя, и умрешь смертью в сердце морей, видишь, как подражание сверхмеры наказывается. Человек, свернув в сторону, соблазнившись этим бессмертным подражанием, оказался лишенным даже и того, что он имел. Так именно, вся смертная природа, стремясь вопреки воле Божией к тому, что выходит из предела возможности, не только ничего не получает, но даже теряет то, что имеет. И как глаз, пользуясь умеренными лучами солнца, радуется и видит свет, если же хочет взглянуть на самый круг, то не только не получает света, но и того, что имел, лишается в наказание. Так и смертная природа, стремясь к невозможному вопреки воле Божией, теряет разум. И вот пал человек, а за падением появилось множество ран, и долослужения, блуд, прелюбодеяние, корыстолюбие и тому подобное. И пал человек глубоко, потеряв печать образа Божия от нерадения. Пал до такой степени, что приложился скотам несмысленным и уподобился им. Салом 48, 8, 13. Создание разделилось на две части. Одна вышла из повиновения, а другая оставалась в рабстве, как я говорил в предшествующей речи. Львы начали замышлять на того, кто был образом Божиим. Змеи кусали. Вся бессловесная природа свирепела на владыку своего. так как она увидела, что он нарушил закон Божий, то хотела и сама избежать его господства. Солнце вздумало не сходить для преступника, луна захотела помрачить свои лучи. Звезды не захотели показывать о создании, источники захотели отказать в потоках, реки в течении, сады, прелести, луга в цветах. Все захотело отказаться от человека, потому что он отказался от своего Господа. Знаешь, что речь глубока и темна, но для верующих и сотропезников церкви нужно выяснить смысл священного писания. Все сотворенное было порабощено человеку не по достоинству, но потому, что это повелел Бог, чтобы образ не совсем был унижен, хотя бы и пал. Поэтому, когда все создание возмутилось, Бог повелел ему не противиться, но приказал, чтобы солнце испускало свои лучи, земля приносила плоды, море, рыб и торговлю, звезды сияния. Открывая эту именно мысль, апостол говорит, ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суетей недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства, тлению, свободу, славы детей Божиих. Римлянам 8.19.21. Это значит, как увидел Бог человека падшим и природу, отказывающийся служить ему неблагодарному, тогда надел на нее узду даже помимо желания ее и приказал, чтобы солнце сияло и земля приносила плоды свои, а не отказывалось сделать это хотя бы и для неблагодарного преступника, и чтобы показать щедрое благодеяние общего всем владыки, обещал создание и обновление вместе с падшим человеком. Как бы так говорил Бог созданию, так как образ пал и пал вследствие преступления и погибает через непослушание, то ты раздели с ним работу и стление, какую он впал, а я, когда обновлю его, мой образ, моего поврежденного человека, то с ним самим и тебя в создании обновлю и сделай участником славе его. Ты страдаешь вместе с ним при несчастье его, воскреснешь вместе и во время славы его. А почему, брат, создание убегает от владычества человека? Потому говорит, что тварь покорилась суете. Какой суете? Суетой называется то, вследствие чего человек отвратился от Бога, как говорит Давыд. Всякий человек лжив. Солом 38.6 Суетным является всякий человек, который оставил Бога, преследует суетное. 882 Были, конечно, ангелы по всей земле, которым были поручены народы, как свидетельствует Моисей, говоря, когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих. Тогда поставил пределы народов по числу сынов израилевых, в греческом переводе по числу ангелов божиих. Старозаконие 32.8 Это значит, страны вселенной Бог распределил между ангелами, например, одному ангелу одну страну, другому другую, чтобы на эту неодушевленную природу солнца, луны, звезд, земли и моря надеть узду для пользования ими смертному человеку. Затем ангелы мучились, служа недостойным людям и терзались, видя, как, оставив достоинство владыки, люди стали поклоняться идолам. Негодовали ангелы, размышляя, что другой признается правителем и другим существам возносится благодарность. Земля приносила вино и жертвенники принимали возлияние. Земля приносила изобилие плодов и они посвящались идолам. Не переносили ангелы насилие в виде, как почитается несуществующее вместо сущего. Здесь является другой вопрос, который выдвигается у пророка. Пришел к нему сказано ангел Гавриил и говорит, Даниил, раб Божий, в день, в который ты с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства Персидского стоял против меня двадцать один день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях Персидских. Даниила 10, 12, 13. Кто же этот ангел, оказавший сопротивление Гавриилу? И почему он ему стал сопротивляться? Уже прежде сказано вам, братья, что Бог отделил каждому из ангелов страну для охраны всякого создания. Поэтому святому Гавриилу, посланному с неба, сопротивляется ангел, покровительствующий царству Персов, то есть Персии. Но вот вопрос, если тот был послан от Бога, и от Бога же был послан Гавриил, то почему он сопротивляется ему? Ведь если бы посланный ангел был представителем другого владыки, то сопротивление с его стороны было бы вполне естественно. Но если один и тот же Бог одного назначил к тому народу, а другому послал другого к другому, то почему один сопротивляется другому? Обрати на это особенное внимание. Весь мир был исполнен идолослужением. Ангелы, приставленные к язычникам, мучились и скорбели, видя, как Бог презирается, а идолы почитаются. Когда потом пленный народ пришел в Вавилон, явился Даниил, проповедующий о Боге, явились три отрока, воспевающие Бога, в то время как разожжена была печь. Тогда и нечесть посрамилась, когда львы сомкнули свою пасть и неверующие замолчали. Поэтому ангел, начальник царства Персидского, радовался и торжествовал по поводу того, что во владельник его раздается проповедь о Боге. Видел ангел, как халдея, некогда почитавший огонь и поклонявшийся идолам, чудесным образом научены были почитать Бога и радоваться, видя область свою, некогда полную нечести, обращающуюся к благочестию, видел ангел, как нам ухода носор, царь говорил, седрах, месах, афдинага, рабы Бога вышнего, и радовался. И вот, когда блаженный Даниил просил Бога, чтобы народ был возвращен из плена по прошествии тех определенных семидесяти лет, и Гавриил был постом объявить ему, что народ опять возвращается из плена и получит землю свою, то есть Иерусалим, то Гавриилу сопротивляется ангел персидского царства, опечалившись тем, что опять его земля возвратится к прежнему идолослужению и наполнится нечестием и сопротивляется, не сражаясь с ним, но противоречия ему. Что так? Говорит, вы стараетесь возвратить народ. Разве пленные получили здесь вред себе? Когда они находились в своей стране, они поклонялись идолам, когда же пришли сюда, начали прославлять Бога, и сами получили для себя пользу, и другими сделались полезными. Другим. Что же мешает быть им здесь? Какой вред получил здесь народ, что вы спешите освободить его из плена? Видишь, Бога чтут, язычники просвещаются, а ты торопишься уничтожить свое великое богодеяние. Зачем ты послан? Я послан, говорит, вывести народ из плена в отечество его. В какое, говорит, отечество? В то, которое они запятнали убийствами, когда были в Иерусалиме. Не в этом ли обличает их Иеремия, когда говорит, ибо сколько гор у тебя, столько и богов твоих, Иуда? Ты приносил жертву валом, Иеремия 2, 28. Бесчисленными тогда благами пользовались они от Бога, но от зла не воздерживались, а теперь переносят бесчисленные бедствия и не уклоняются от Бога. И так произошло сопротивление, однако не такое, какое бывает у худого в отношении к доброму, потому что не сказано сражался, а сопротивлялся, так как часто бывает, что и справедливый противится чему-нибудь доброму. Иногда бывает, что снисходительность сопротивляется закону, и наоборот, закон не соглашается со снисходительностью. Закон согрешившего наказывает, а мимо царя часто прощает его. Здесь происходит сражение только не врага со врагом, но родственника с родственником, потому что ни справедливость не лежит вне снисходительности, ни снисходительности вне справедливости. Но это говорилось мимоходно. Возвратимся к предмету. И вот, когда природа находилась в таком состоянии, негодовала на преступника, когда ангелы мучились неблагодарностью того, кто был облагодетельствован, и когда весь мир был испорчен вследствие преступления, ведь что терпит дерево или другое какое-либо вещество, то переносит и земля согласно сказанному. И возрел Бог на землю, и вот она расплилась вся. И всякий человек, всякая плоть извратила путь свой. Бытие 6.12. То есть увидел землю, и она была испорчена. Тогда пророки возвещали миру, что будущий век восстановит спадший мир и обновит испорченный образ. И пусть никто не подумает, что я наговорил много лишнего, и при том без всякого порядка и последовательности. Все мои рассуждения направляются к одной цели. Если бы мы сначала не показали, каким образом мир был испорчен, мы не могли бы показать, как он был обновлен. Итак, вся земля была совершенно испорчена, небо потемнело, и вся тварь была возмущена. Не таким стало создание, каким сотворил его Бог от начала. Небо не блистало звездами, земля не изобиловала плодами, море не благоприятствовало судоходству. Явился преступник и осквернил землю, осквернил небо, воздух, море, источники, реки. Все осквернил богохульством своим. Небо богохульством, воздух постыдными звуками, землю преступными убийствами, море грабителями и разбойниками, источники и реки нечестивым и долослужением. Потому что источники и реки и леса и деревья и всякое создание было предметом обоготворения. Ничем тварь он так не осквернил, как обоготворением ее. И вот вся тварь была возмущена. Приходит спаситель мира, а лучше сказать, возвещает с апостолами, что он придет и обновит все. И не только апостолы проповедовали, но и пророки предсказывали, что придет Христос. Зачем? Затем, чтобы кто не подумал, что Бог действует так же, как человек. Ведь когда человек сомневается относительно первой помощи и думает о второй, а когда терпит неудачу здесь, ищет третью, а когда и тут обманывается, разлагает надежду на четвертую. И вот, чтобы кто-нибудь не подумал того же о Боге. Пророки предсказали о том, кто имеет прийти, чтобы показать, что Бог не после размышления приходит к тому, что хочет сделать, но от начала все предвидит. Мы, люди, вперед обдумываем и если не достигаем цели с одной стороны, делаем попытку с другой. Но Бог не так. Он дал закон пророков и после этого Евангелие, не временем научаясь тому, что нужно, но от начала зная, что создание нельзя оставить так без явления Христа. Мы, люди, когда увидим болезни, тогда и начинаем думать о помощи. А Бог еще до появления ран в нашей природе предвидел лекарство спасения. Многие говорят, разве не предвидел Бог, что Адам согрешит? Я говорю, не только предвидел, но уже до падения знал, и то, что Христос искупил, искупит и восстановит его, и прежде не увидел бы падения, если бы не предвидел воскресения. Но он наперед сам предназначил врачиство в воскресении, и тогда допустил смерти войти к человеку, чтобы он научился знать, что вкушает благодаря себе самому, и что получает от Бога. И как в Египте, он определил сначала быть годом плодородия, предназначив этим годом изобилие быть средством избавления от голода, и затем уже навел самый голод. Так что врачебная помощь предупредила самую болезнь. Так, прежде чем был создан Адам, прежде чем явились от него беззаконные, прежде чем родились праведные и пророки, Бог предвидел невозможность оставить свой образ в человеке, невосстановленном через Христа. В Адаме Бог видел Павла, видел Петра, того, что Адам останется в раю и избежит изгнания. Он, конечно, не предполагал, но видел в нем Павла, благодетельствующего благочестия, благовествующего и восхищающего в рай, и Петра, которому верены ключи от небес. И все в этом первом человеке видел. В корне он видел уже и плоды по 785. Позвольте мне ввести в беседу разговор Бога, как будто он обращается к сыну своему и говорит с ним. Пусть никто не думает, что это насильственная речь. Ведь как в притворении человека Бог прибегал к совету с единородным и содействующим сотворим человека по образу нашему по подобию, так, вероятно, и сын говорил отцу, дай же мне договорить. Не спеши возражать мне. Чего, где ты рассказываешь о Боге такие небылицы, как будто при тебе происходило это? Ведь ты же там не был. Если мне не удастся обосновать своих слов и доказать их сообразность с истиной, тогда другое дело. Тогда можешь считать меня и лжецом. Сотворим человека по образу нашему и по подобию. Как творец он говорил, а как предвидящий отвечал, если согрешит Адам, а он несомненно согрешит, то разрушится ли наше творение? Представь, что это говорит или отец сыну, или сын отцу. Именно такой совет без противоречия должен быть у тех, у кого самая природа неделима. Но Адам грешит, совершает преступление, умирает, а через него все люди погибают. Природа наша искажается, как будто худо сотворенная. Опять совещание. Нужно прежде всего определить способ лечения. Должно тебе единородный сын. Слово сияние моей славы должно тебе, если ты заботишься о создании, которое мы содействуя друг другу образовали, должно тебе облечься в погибающего человека, должно тебе взять апостолов. И как дьявол воспользовался содействием змея, сделав его орудием для соблазна, так и ты воспользуйся содействием твоего становить падшего. Но много говорит явится изобретателем нечестивых учений. Явится безбожное заблуждение эпикурейцев, появится ересь, утверждающая, что жизнь идет без проведения. Выплывает другая ересь с учением о божественности тела. Много явится учителей заблуждения. Кому же у них тоже такое нечестие? Это я сказал образно, для того, чтобы в конце подтвердить рассуждение апостольским голосом. Итак, что же? Это ли одеяние, которое принимает Бог Слово? Оно ли должно разойтись по всем странам вселенной и просветить всех? Нет, говорит, но ты им не выполнишь божественный план. У тебя будут апостолы вестники божественного Слова. У тебя будет Павел благовесующий. У тебя будет Петр обладевающий Римом. У тебя будут апостолы и помощниками в домостроительстве нашем. Это говорилось раньше сотворения Адама. Сначала было определено то, что относится к воплощению Христа и что касается апостолов, а потом уже был создан Адам. Откуда это? Слушай, что говорит Павел. Тайну сокровенную от веков и от родов. И благословен Бог, благословивший нас всяким благословением духовным в небесах, что избрал нас прежде создания мира и решил усыновить нас. И в другом месте о себе самом и о подобном ему говорит, кого предузнал быть подобными образу сына своего. Не только предопределение избрания, но и самую благодать, которую получил Павел спустя столько поколений, относит к тому же времени, то есть будто бы получил ее прежде веков. Откуда это видно? Он говорит Тимофею, «Хяда Тимофей, напоминаю о Христе спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». 2 Тимофея 1.9 «Избрал сам прежде устройства мира, предопределив прежде веков, дал нам благодать от века». Это все находится в согласии, потому что домостроительство Спасителя было предвидено и предопределено до сотворения человека. Конечно, в свои беседы о благочестии я обращаю к друзьям, но знаю, однако, что между друзьями завешиваются иногда и соглядатые, которые обращают внимание в беседе не на то, что полезно, но стремятся к одному, как бы уволить беседующего. Поистине, таких я не столько ненавижу, сколько сожалею о них. Однако, согласно сапостолов, сапостолом, а вкрашемся же лже-братьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашей свободой, откроем свою мысль. Пожалуй, враг вышедший может сказать «хорошо» о богословии. Бог раздумывает и говорит, что делать, когда явится много учителей заблуждающихся. Отец говорит сыну, как будто один сомневается, а другой учит его. На это нужно сказать, что в Священном Писании, когда наставляет нас о Боге, не столько изыскивает слова, соответствующие божественной силе, сколько применяется к нашей слабости. Разве же Бог, как бы передавая свое дело на человеческий суть, не говорит, «и ныне жители Иерусалима и мужей Иуды, рассудите между мною и между виноградником моим, что еще сделаю ему, чего бы не сделал» Исаия 5.3. Разве это говорится прямо, а не в виде совета? Когда говорит к Исаии «кого мне послать и кто пойдет для нас? Разве сомневаясь, говорит, или не находя служителей? Исаия 4.8.5.3. Все, что говорится о Боге, должно согласоваться с церковным учением и измеряться согласно не силой возвещающего, но со слабостью слушающих. Наша цель показать то, что было определено о Христе до Адама, предизбрание апостолов и благодать Евангелия, предназначенной прежде вечных времен, обратить особенное внимание. Одно выражение, неверно понятое, может дать повод к осуждении того, что говорится. Бог видел не только Адама, нарушающего заповедь, но и Спасителя, явившегося во плоти Господом, приготовивающего путь к добродетели и всех, привлекающего к послушанию. «Видел Бог смерти». Здесь ребро, дающие залог тетления, там змей на дереве, а здесь Христос на кресте, там пистья влекущей за собой смерть, здесь пистья, унистажающая ее. Ты знаешь то, что касается верующих, узнай и о таинствах. Там со стыдом прозрели и увидели, что они на е, а мы теперь взираем благочестиво и видим, что мы одеты. Там прозрение и нагота, здесь одеяние и просвещение, там кожаная одежда, скрывающая стыд, здесь одеяние славы, покрывающая слабость нашу, тело Христа, одежда самого царя, потому что все во Христа крестившиеся во Христа облеклись. Там земля ты в землю отойдешь, здесь обновивший землю делает человека небесным, обещая не землю, но царство, там меч пламенный удерживающий Адама, здесь огненные языки с неба просвещающие Адама, там изгоняет из рая, здесь доверяют ключи небес. Предвидел Бог будущее прежде настоящего, и как ныне, прежде чем черпать воду, приготовляется водопровод, и прежде чем потекут воды, устраивается водоем, не для текущей уже воды, но для той, которая потечет, так и Бог наперед определил то, что должно быть образовано во Христе и знал, что во Христе обновится все, и начинает сверху, носится на небе, согласно сказанному, преклонил Господь небеса и сошел, прошел по небесам, осветив их, рассекает воздух, чтобы осветить его от осквернения позорными песнями, обходит землю, чтобы осветить ее от осквернения убийствами, ходит по водам морским, чтобы осветить оскверненные воды, к кресту и ордане, чтобы осветить естество воды, находит Адама, лежащего в гробу, и принимает образ его, делается христос и потомком Адама, и обновлением Адама, а каким образом, выслушай, принимает образ, который сотворил в раю, и украсил его всем противоположным, дав ему средство ко спасению, в противоположной жизни в раю, в раю Адам обольстился роскошью, плоть же Христа увенчивается постом, в раю первое состязание, а в пустыне второе с дьяволом, и так приходит Спаситель, обновляя это создание, украшая его различными добродетелями, являясь посредником между Богом и людьми, он пришел возвестить миру, что обновляется падший образ, что он восстанавливается, что спасается, он не мог возвестить этого, если бы не был посредником, ведь когда лицо заслуживающего доверия обещает что-нибудь тому, кто стоит ниже его, то последний не решается требовать исполнения обещания, так и здесь, так как Бог был невидим, а мир был видимый, то он дает надежного посредника, 1 Тимофею 2.5. Ибо един Бог единый посредник между Богом и человеком и человек Христос Иисус. Если бы посредник не имел сродства с теми, для кого он служит посредником, то он не мог бы быть посредником. Поэтому, так как Христос становится посредником между Богом и людьми, то необходимо, чтобы он был в сродстве как с Богом, так и с людьми, и явился бы как бы некоторым посредствующим домостроительством, соединяясь с Богом по божеству и находясь в единении с людьми по человечеству. Что же он делает? Сначала учит, а потом обновляет. Делается и посредником, и поручителем. Передает то, что от Бога людям, а то, что от людей Богу. Человеческий род был ведь враждебным Богу вследствие преступления. Ни человек не верил в Богу, ни Бог не верил в человеку вследствие происшедшей перемены, впадшем. И вот Христос как будто так говорил людям. Не сомневайтесь в том, что есть воскресенье. Я поручитель этого. Я беру вашу плоть и предаю ее смерти. Если я не восстановлю ее, не верьте мне. С другой стороны, и Бога склоняет к примирению с людьми, говоря в таком роде. Я берусь быть представителем человека, я обновлю его. Я устрою так, что он откажется от заблуждения и познает истину. Прими меня посредником за людей для того, чтобы и сами они приняли меня посредником твоей силы. 888. О том, что Христос есть действительно посредник и засвидетельствовал Священное Писание. А что он и поручитель, принимающий на себя поруку. Чем подтвердить нам это? Чтобы не показалось, что мы в церкви предлагаем не церковные учения, а свои собственные измышления. Если я сам от себя говорю, то зачем говорить? А если я возвещаю то, что от Бога, и изъясняю то, что от Духа, то принимай это учение. Итак, что Иисус есть поручитель, говорит Павел. «Получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего завета есть ходатай Иисус». Евреям 8.6. Вот посредник между Богом и людьми, и ходатайствует за человека, пред Богом. Он сказал, что восстановит нас, и восстановляет. Сказал, что наградит нас бессмертием, и награждает. Когда он сотворил Адама, то не будучи связан какими-либо ручательствами, прямо без поруг дал ему небо и землю. Не обещал ли он ему раньше ни земли, ни рая, ни всего прочего, но все это, чего не обещал, дал ему. Неужели же не даст он того, что теперь обещал, с ручательством? Евангелие в Священном Писании называется иногда Новым Заветом, иногда недавним заветом, иногда лучшим заветом, иногда вторым, иногда вечным. Так как одно название всего значения выразить не может, то различными названиями лучше всего и указывается сила Евангелия. Но Павел, в котором говорит сам Христос, называет Евангелие по преимуществу Новым Заветом. Как будто обновившим ветхие. Значение слова «новый» указывает на необыкновенную и поистине неприкосновенную природу. Недавний указывает на отличие от устаревшего, лучший в противоположность худшему, второй в отличие от первого, вечный в противоположность временному. Новым Завет называется согласно блаженному Иеремии, который говорит «И будет в последние дни, говорит Богосподь, дам завет новый». И Спаситель, передавая таинство, говорит «Есть кровь моя нового завета». Вот новый завет. И в другом месте называет его недавним во внимании к молодому, имеющему полному силы благовестию. Павел говорит «Мы приступили к горе Сионской, тьмам ангелов и церкви первенцев и ходаты нового завета» Иисусу. Евреям 12. Говоря «Новый показал ветхость старого», в другом месте называет завет лучшим, говоря «Ныне же получили лучшее служение, тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, ибо первый завет, если бы был без недостатка, то не было бы нужды искать место второму». Евреям 8.6. Вот и первый, и второй. А где он называется вечным? Слушай, что говорит Павел «Бог же мира, воскресивший из мертвых пастыря овец, великого, кровью завета вечного». Тогда как первый завет был временным, этот называется вечным. И в другом месте говорится «Завещаю вам завет новый, вечный, обещанный Давиду». Верно. Завет новый, недавний, первый, второй, лучший, вечный. Этих заветов Иисус был посредником. Итак, когда человек должен был обновиться, небо делается новым, не потемневшим, но обновленным для нового создания. Солнце новое, луна новая, звезды новые, получающие помощь и усиление. Потому что пророк говорит «И будет новое небо и новая земля». Так обновляется создание, и обещающий не лжет. Какую помощь получает человек, такую получает и стихии. Откуда видно это? Исай говорит «И свет солнечный будет семеро, и свет луны как солнце». 30.26. Видел ты, как не отказался Бог от обещания, но обновил создание. А виновник обновления – Христос. Последователи еретиков, обсуждая это учение, ставят возражение на основании выражения «Перворожденный сей твари». Не понимая, что здесь речь идет не о создании творения, а об обновлении его. Какое-то творение обновляется. Слушай, что говорит Павел. Кто во Христе тот новая тварь? А чтобы показать, что он называется первенцем обновляемой природы, он прибавляет первородный первенец из мертвых, чтобы ему иметь место и быть первенцем во всем. Среди обновляемых, призываемых к нетлению, воскрешаемых из мертвых, первенцем во всем. Не по божеству, потому что для Бога унижение называется первым. Унижение – это так называемая честь. В божественной и несознанной природе нет первого или второго, но все имеет живое начало, начало безначальное, начало вечное, необитаемое, неизъяснимое. Что же касается нас, если Христос первенцует по сравнению с Павлом или Петром, то пуста надежда наша, напрасна вера наша, когда бы над ними первенствовал Христос по божеству. Но первенствуя по человечеству, как обновивший Адама, как оживотворивший вселенную, поэтому и говорит «Первенец же из мертвых», чтобы ему быть первенцем во всем, приглашая исследовать, каким именно образом он первенец из мертвых. Ведь если я оставлю это выражение без объяснений, то любопытствующий ум сам подставит свое объяснение и будет считать его достаточным. Как скажет Христос, первенец из мертвых, когда до пришествия его Илья воскресил сына вдовы, Елисей воскресил сына Санаметянки и сам Спаситель воскресил Лазаря, дочь Аира, сына вдовы. В самом деле, если и в Ветхом и в Новом Завете были случаи воскресения мертвых, то почему же Христос называется первенцем из мертвых? Как же так? Те, хотя и воскресли прежде Христа, но воскресшие все опять умерли, как будто сделав опять опыт воскресения. А Христос воскресший не подпадает к смерти, и потому первенец как воскресший и более не умирающий. И Павел говорит, Христос восстал из мертвых и уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Римлянам 6.9. Видишь, как первенствует среди всех. Видишь, кто обновляет род наш по своему домостроительству. Так, наконец, извлекший человека, привел его на небеса и посадил по правую сторону Бога. О, злое и глупое сердце наше! Пришел Христос к нам, дал нам своего духа и принял наше тело, и сделался порукою. И за все это наша неблагодарность платит унижением благодеяния. Он принял от нас образ и посадил по правую сторону Бога. А мы приняли духа от Него и оскорбляем Его, не заводя в число рабов и твари. О, несчастные и жалкие! Что, если скажет тебе Христос в тот день, я удостоил твое тело бессмертия, а ты унизил мой дух вровень созданной природой? Ты видел, что смертное восстановлено, видел, что оно удостоено быть на престоле? Ты видел, что оно выше всякого начальства и власти и силы и господства и не постыдился? То, что наше, Бог почитает, а то, что от Него, мы не должны почитать. А вот еще возражение, которое злоба еретиков противопоставляет истине. Да, говорят они, тело-то было взято на небеса, но не столько для того, чтобы удостоиться почета, сколько для того, чтобы мы имели вверху защитника, умоляющего за нас Бога. В таком роде говорили на площади бесстыдные языки и ненаученные души. Я не привожу, конечно, самых их богохульных слов, но передаю их смысл. Ты, говорят Христос, молись за нас Богу и проси за нас, и ссылается при этом на слова апостола, не понимая их смысла. Не сказал ли, говорят апостол, что Христос умер на Ивоскрес? Он одеснует Бога, Он и ходатайствует за нас. Римлянам 8.34 Разве, говорят, сами мы выдумали, разве мы исказили божественные учения? Павел сказал, что Христос просит за нас. Не обращают они внимания на то, что значит ходатайство, что между молением и ходатайством большая разница. Если бы одно и то же было, просить и ходатайствовать, тогда не сказал бы Павел, совершайте молитвы, моления, прошения, благодарения. Молением называется, когда кто-нибудь просит Богу о чем-нибудь. Молитвой называется, когда кто-нибудь прославляет Благодарением называется, когда кто благодарит Бога за то, что получил от него. Прошением, ходатайством, называется, когда кто обращается к Богу против обижающих, просяв, отмщения. Что ходатайствовать не значит умолять о помощи, но значит спрашивать и получать ответ. Об этом есть свидетельство в Ветхом Завете. И сказал Бог Илье пророку, что ты здесь, Илья? Бог спрашивает пророка, пророк же отвечает, говоря, «Ревностью поревновал я о Господе Боге Вседержители, ибо один я остался в Израиле. Жертвенники твои разрушили, пророков твоих убили, и один я остался, и моей души ищут». Здесь не моление было, не молитва, но спрашивание и ответ. Одним словом, ходатайство. А каким образом? Слушай, что говорит Павел. Или не знаете об Илье пророке, что говорит Писание, как он жалуется Богу на Израиля. Итак, ходатайство не есть моление, но обращение пророка к Богу с жалобой на преступление. И вот, так как апостолы среди язычников подвергались опасности, будучи привлекаемы начальниками и правителями, терпя козни от иудеев, то они, он убеждает их презирать все преследования, и бичевания, и смерть, и как бы утешая их, говорит, «Хотя бы вы сами ничего не говорили против тех, которые обижают вас, у вас есть ходатай за вас, принявший ваш образ». Кто отлучит избранных Божиих? Бог оправдывает. Кто осудит? Христос умер, но Он и воскрес. Он одеснует Бога, Он и ходатайствует за нас. Если Он просит, то как сидит? Или, может быть, проситель не стоя просит? Случалось ли тебе видеть когда-нибудь, что проситель, являющийся с униженной рабской просьбой, в то же время садился по правую сторону начальника, потому-то и говорит, и выставляет на вид достоинства Его? Он одеснует Бога, Он и ходатайствует о нас, как будто бы так говорил. Нечего вам самим заботиться о том, что может с вами случиться. Будьте, однако, внимательны к проповеди о добродетели и не отвлекайтесь в сторону, рассуждая в таком роде Господи, сколько нам приходится терпеть. Нас гонят, преследуют, а ведь есть кому заступиться за нас перед тобой, есть кому походатайствовать за нас. Но сын перед отцом ходатайствует не как ниши, по порядку, но как сын, излагающий перед отцом обстоятельства. Верующих нас обижают, преследуют, гонят, чтобы приготовить заслуживающее доверие – обвинение. Он вводит сына ходатаем. Так и Спаситель говорит. Иоанна 5, 45. Не думайте, что я буду обвинять вас перед отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. По-твоему, сын унижается, раз он ходатайствует перед отцом. А вот если бы ты увидел, что Бог как бы ищет у человека поддержки против неверующих, что ты сказал бы? Послушай, что говорит он Керемии. Что мне сделать еще несмысленной дочери Иуды? Оставила меня и ушла вслед за богами. Вполне естественно, если человек призывает на помощь Бога, но зачем Бог привлекает в подобных случаях человека? И в другом месте. И ныне жители Иерусалима и мужей Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды? Он принес дикие ягоды. Исайя 5, 3, 4. Так точно и Христос. Пока во плоти выполнял домостроительство и был священником, он приносил моление и прославлял оса домостроительства воплощения. А когда вошел на небеса, то восседает уже, только принимая прославление, но не умоляя, не ходатайствуя. Если же и обращается, то как сын к отцу, все равно как и Бог обращается к пророку. Поэтому, чтобы показать, что Христос не предстоит престолу Божий, как священник, возносящий жертвы за себя и за народ, но сидит, Павел говорит, евреям 7, 26. Таков и должен быть у нас первосвященник. Святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Итак, зачем безумствует против благочестия, если он не имеет нужды просить о чем-либо? Ты подчиняешь нужде того, кто выше всякой нужды, и далее прибавляет 9, 24. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божия. Не сказал являться, потому что однажды Он явился, а не могло раз. И далее. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище, каждодневно с чужой кровью, иначе надвижало бы Ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха, жертвуя Своею. Прочие священники ежедневно стоят, служа Богу и совершая одни и те же жертвы. А Христос, принесший одну жертву за грехи, навсегда сел, ожидая, когда враги будут покорены под ноги Его. Ведь не ходатайствует уже он боли, а восседает. Зачем же ты унижаешь благодеяние? 893. Знаю, что далеко я зашел в беседе. Простите же меня за то, что я так углубился, и при помощи Святого Духа переплыл в море Священного Писания, сказав не столько то, что нужно бы сказать, сколько то, что мог. К тому я прежде всего вас и приглашаю, и о том умоляю, и умолять не перестану, чтобы вы исследовали Священное Писание, искали истину о Христе, научались от Христа, а на сторону юридического нечестия не переходили. Много имеет ныне дьявол змеев вместо древнего змея, сеет плевелы греха, чтобы распространить порчу нечестия. Прошу вас, не слушайте ничего подобного. Будем всячески ограждать себя от юридического нечестия. Знаю, что об этом я говорил уже вам, но ныне опять повторяю. У каждой ереси известны родоначальники. От Арии Ариане, от Македонии Македоняне, от Евномии Евномиане, от Маркиона Маркионита, от Савелия Савельяне, от Манеса Манифея, от Монтана Монтаниста и прочие ереси. Теперь, если вера церкви еретическая, как утверждают еретики, кто ее родоначальник? Скажут, от такого-то человека началась ересь ваша. Пусть говорят, если знают. Ведь это явная милость Божия, что не допустил Бог учения апостолов называться по имени человека. Мы не называемся Македониянами, и хотя нас могут назвать единосущниками, по имени не могут дать, а лишь укажут на согласие в учении. Если бы ты спросил их, а кто первый сказал единосущный, они не могут ответить, такое-то вот или такое-то, но триста восемнадцать отцов, согласно выразив слово «исповедание», остановились на этом благочестивом исповедании. Обрати внимание, как светит это право исповедания, слово «единосущный». Не один или другой начали произносить, но весь собор востока, запада, юга и севера. Где обнаруживается истина, там все согласно. Спроси еретика о том, что я намерен сказать. Если спросишь православного, то хотя бы он был простой и не ученый, скажет следующее, «Я исповедую Отца и Сына и Святого Духа, единое царство, единую силу». А скажи еретикам, двух или трем человекам, как вы думаете? Если они ответят все согласно, то это будет, конечно, истина. Но этого ожидать нельзя. Один из них называет сына несозданным, другой рожденным, иной бессмертным, иной вечным. Если один скажет, я знаю, что отец сотворил сына, а сын все прочее, то другой исправляет его, говоря, «Нет, не так. Отец сотворил сына, через него создал все». Не с истины имеем мы дело в этом случае, но только с гнилой одеждой. А ведь такая одежда сама собой рвется. Старую одежду, если ее потащишь, без труда разорвешь. Если кого-нибудь надумаешь повезти на беседу, ухватившись за такую одежду, то сразу обнаружится ее испорченность, и она от своего случайного усилия разорвется, так точно и ереси. Один исповедует так, а другой иначе. Ереси чужды, имена чужды, и притом позорные, имена харчевников. С еретиками то же самое случается, что некогда и с иудеями. Священный подсвечник по закону стоял во святая святых, где была завеса, где стол, где закон, где скрижали, а с того времени, как они отпали от истины, где стоит подсвечник? В севнях в харчевниках. Где рок пророков в харчевниках? И это они делают не из любви к нему, но из корыстных расчетов. Не для того, чтобы выставить на вид предмет почитания, но чтобы зазвать проходящих мимо, чтобы показать, что тут иудейское вино. И вот как там то, что было священным, из священного сделалось столь ничтожным, будучи захваченным недостойными, так и здесь. После Павла и Петра, после такой высоты, стыдно и выговорить, то противное имя. Поистине стыдно, но нечего делать, назвать его придется. После этих слов, «Ты, Петр, на всем камне сожи, жду церковь мою врата, да не долейте ее». После того, что сказал Павел, «Вы ищите доказательства на то, Христос ли говорит во мне? Он не бессилен для вас, но силен в вас». 2 Коринфянам 13.3 После Павла и Петра, после евангелистов, проповедников, исповедников, они называют себя софиарианами и другими подобными именами. Когда оставались они в одежде? Когда не раздиралась эта изношенная одежда? Применив к ним слова пророка, окончу слово, «Разделили ризы мои, а у нас хитон церкви, из цельной ткани, не сшитый из отдельных частей. Он выткан целиком сверху до низу, тогда как обыкновенные одежды сшиваются из отдельных частей. Не из человеческих рассуждений сшита вера наша, нет, она сплошной цельный хитон. Мы выполнили наше обещание, хотя оно и потребовало долгих, сложных и в то же время утонченных исследований. Но слушатели согласятся, конечно, что простые мысли выражаются в простых словах, а глубокие исследования требуют большого разнообразия. А ты, когда слышишь прикровенное слово, возбуди мысль. Когда видишь тонкое рассуждение, расположи ум к разнообразию. Часто учения божественные выражены кратко, как, например, «Не убей, не прелюбодействуй, не укради, не уже свидетельствуй». Но когда он говорит «Слово стало плоти и обитало с нами, и затем явился на землю и с человеками пожил», то здесь оно облекается в пеостру и одежде, согласно сказанному, многоразличной премудрости Божией. За все это прославим явившегося, поклонимся пришедшему, воспоем обновившего, оживотворившего, воскресившего, укрепившего, просветившего, даровавшего нам изобилия всех благ Иисуса Христа, которому слава и держава с Отцом и со Святым Духом во веки веков. Аминь.